Всем привет, на связи HeadGrade, главный разработчик The New Models Pack. Мода, направленного на создание максимально аутентичных и приближенных к оригиналу моделей NPC. Без потери оригинального вида и концепции созданной GVC Game World, переработанной с учетом определенного уровня реализма. В данном векторе проект развивается со всеми вынуждениями перерывами относительно муми всего полтора года. Причин тому несколько, но одна из главных – специфика снаряжения, придуманного для сталкера оригинальными разработчиками, а следовательно необходимое создание с нуля того или иного элемента экипировки. Мы стремимся сделать каждому оригинальному визуалу полноценный ремейк и, конечно, стремимся расширять и углублять их другими вариациями. Пак разрабатывается сразу для нескольких проектов, в том числе и сюжетной, и геймплейной направленности – New Spaces, Artifact, Latsega и CSGA. В данном видео будет продемонстрирован контент, созданный специально к шоу-кейсу. Ранние материалы по паку показываться не будут. Заря – легендарный сталкерский комбинезон, один из символов серии. Костюм, который первым придет в голову при произнесении слова «сталкер». Отталкиваясь от того, что «заря» – комбинезон, создаваемый народными умельцами, мы разобрали снаряжение с оригинальной моделью и нашли достойный ответ на вопрос, куда же сталкеры убирают боекомплект. На знаменитом и отличительном поясе появились подсумки, не выбивающиеся из стилистики и концепции самой «зари», а моли-интерфейс на бронежилете наконец-то получил функциональное использование. Кроме различных подсумков для патронов и магазинов, сталкеры также могут использовать различные рюкзаки, что уже было заложено в оригинале, правда там они отличались лишь текстурами. Учитывая опыт развития снаряжения, тем более в условиях ограниченных ресурсов, сталкерские комбинезоны могут отличаться другими функциональными элементами, вдохновленными более современными и заводскими экземплярами экипировки. Например, на одной из версий «зари» можно увидеть попытку сделать из брезента сумку-сухарку, присущую, например, рпс смерч. Также нами были повторены оригинальные оттенки комбинезона, отличающиеся друг от друга в тенях Чернобыля и чистом небе. Это все играет на разнообразие и неплохо, на наш взгляд, дополняет концепцию, вложенную в данный костюм разработчиками. Мы очень хотели сохранить оригинальный вид «зари», и, надеюсь, у нас это получилось достойно. Ну, поехали, парни! Работая над наемниками, нам было важно не превратить их в современных ЧВК и тактикульщиков, фанатов шорт и клетчатых рубашек, увешанных разнообразными патчами и носящих кувалду за спиной. Мы решили и тут не отходить от оригинала, лишь расширив и дополнив его различными деталями. Выраженная особенность наемников — использование иностранного снаряжения стран-участниц блока НАТО. За основу разгрузочного жилета был ZUSMC от немецкой Miltek, с различными подсумками, подходящими под определенное вооружение. На моделях, созданных к шоукейсу, показан один вариант раскладки, сделанный наподобие оригинала. Помимо XM40, присутствующего в оригинале, который мы постараемся реализовать в дальнейшем, нами были использованы противогазы S10 и M17. Развивая мысль о том, что у групп наемников может не быть единого начальства, мы не выбирали основной цвет для этой группировки. В паке представлены различные цветовые варианты. Специально к шоукейсу мы подготовили наемников о двух оригинальных цветовых решениях — стандартном и камуфляжном, которые используют паттерн советской березки. Желая внести разнообразие в камуфляж, по ряду причин мы выбрали Night Desert, который, на наш взгляд, не выбивается и не смотрится чужеродно в одном ряду с классическим видом наемников. Перерабатывая военных, мы решили сделать упор на нескольких аспектах — особенностях воинских формирований, охраняющих периметр чернобыльской зоны отчуждения, специфики распределения военных по зоне, особенностях военной экипировки Украины периода создания сталкера и чуть позже. Главной задачей было совершить симбиоз оригинального и самобытного концепта с реальностью. Чтобы военные не получились похожими на вооруженные силы других стран на постсоветском пространстве, мы отобрали характерные элементы, среди которых можно отметить — уникальный для Украины камуфляж, в том числе комплекты, доставшиеся от СССР, и собственные разработки средств индивидуальной бронезащиты. Таким образом, мы попытались создать Бернежилет Корсар 3, являющийся в нашем паке частью статарной экипировки военных, отправляемых в ЧЗУ, на плечах которых стоит охрана периметра, а не глубокие рейды в зону, подобные операциям Монолит и Фарватер. От срочников с соответствующей экипировкой переходим к бойцам, подготовленным крейдом в глубины ЧЗУ. Военный снайпер, вдохновленный оригинальным визуалом в комбинезоне Берилл, от которого мы взяли отличительные элементы экипировки и попытались подобрать максимально похожую бронезащиту и разгрузку. Некоторое снаряжение, использующееся на модели, российское, и им пользуются наши силовые ведомства. Именно тут особенность формирования охраняющих периметр играет значительную роль. В оригинале она отведена МВС Украины. Учитывая, что действия сталкера происходят в альтернативной вселенной, смело можно предполагать, что такая экипировка могла поставляться в похожие структуры бывшей союзной страны. Даже до событий, приведших к образованию Чернобыльской аномальной зоны. Любое снаряжение, появляющееся в моде, имеет под собой четко прописанное обоснование, не нарушающее логику игрового мира. И, конечно, здравый смысл. А я так считаю. Жаловаться на судьбу, это никуда не годится. Дело свое делать надо. И стараться, чтобы лучше всех остальных. Вот и все. Являясь одной из самых красивых, качественных и проработанных группировок в плане визуала, чистое небо представлялось чрезвычайно интересным для работы. Стараясь охватить образ необычной группировки, живущей на болотах и носящей светлый камуфляж, мы снова обратились к оригинальным моделям и напрягли все свои знания в плане экипировки различных стран. Нам удалось точно установить, что за снаряжение используется на ЧН-2, и поэтому, несмотря на наработки по другим костюмам, мы показываем именно его. Но еще мой друг ждал именно этот комбиз. Рома, встречай. Берцы, пригодные к среде обитания группировки, американские разгрузочные жилеты и американские же обвесы на нем, особенности, отраженные на нашей модели. И даже лямки, держащие пару подсумков на ноге, и те повторены чуть ли не с полной копийностью. Так же, как и в случае с Зарей, мы стремились показать самобытность и уникальность костюма, и как нам кажется, это получилось. Вы уже знаете, где встречать обновленных обитателей заброшенного хутора. Прорабатывая рядовых NPC на должном уровне, было бы странно мне удивить достаточно внимания ключевым персонажам. Помимо сюжетной проработки особенностей их характеров, мы стараемся принести отличительные черты в их визуальный образ. Это может быть как незначительная косметическая деталь, так и особенность, прямо намекающая на геймплейную возможность, связанную с этим персонажем. В этот раз речь пойдет о трех персонажах для модификации New Spaces, рендеры которых также представлены в отдельном ролике, посвященном проекту. Нет, никуда я тебя не поведу. Хорошо знакомый персонаж из сюжета оригинальной игры, имеющий отныне уникальную вещь, с которой связано несколько игровых механик. Подсказки расположены на рендере, представленном в видео проекта New Spaces, хотя мы уверены, что кто-то уже догадался. А еще Лоцман теперь оправдает свое прозвище. И как мне к тебе обращаться? Зелень? Также один из хорошо известных персонажей оригинальной трилогии, встречающийся в нашем проекте. Две разные вариации для двух разных игровых ситуаций. Версия Шустрого, сидящего на Скадовске, это компиляция образов из Тени Чернобыля и Чистого Неба. Вторая же, переработанный костюм Чистого Неба, являющийся уникальной версией комбинезона Чен 2, переработанного самим Шустрым на пару с Новиковым. Работая над этим персонажем, мы попытались воссоздать его внешность из оригинальной трилогии, и добились более-менее похожего результата. В будущем, возможно, она будет подвергнута переработке. От персонажей, перекочевавших нам из оригинальных игр, перейдем к совершенно новому, встречающемуся к тому же на новой локации, созданной специально для NS. Любер — опытный бандит, имеющий необычную репутацию среди представителей группировки. Несмотря на то, что его считают чудаковатым, он пользуется среди них уважением за личные профессиональные качества. Настолько любит курить, что носит сигареты вместо аптечек. И вот мы плавно переходим к концу. Прежде чем закончить, хотелось бы прояснить пару моментов, по которым могли возникнуть вопросы. Мы стремимся сделать полноценный ремейк всех оригинальных визуалов, но с добавлением своих идей и снаряжения раннего не встречавшегося в Сталкере, но подходящего ему. Специфика пака такова, что нам приходится либо исхитряться, повторяя оригинальные образы с других моделей, либо делать все нужные элементы с нули. Так как мы все стремимся делать на должном уровне, с недавних пор мы почти полностью перешли на второй вариант. С целью оплаты труда моделлеров, потому что качественная работа требует достаточно времени, мы запустили буст, и уже сегодня можно видеть то, что деньги с него пошли в дело. На представленных визуалах можно было заметить шевроны, созданные для нас специально Артемом Мисклик Перушина. Сделаны они отдельной моделью, что является для нас одним из принципиальных моментов, ибо они, но реализованные текстурой смотрелись бы гораздо хуже. Мы стараемся поднимать качество всех используемых элементов, и поэтому совместно с Артемом работаем над новым капюшоном для Зари, так как старый не устраивает нас по качеству. В конечном итоге мы хотим сделать полный ремодел всего снаряжения встречающегося в сталкере, поэтому если вы любите оригинальный сеттинг и его визуальный стиль, а также имеете возможность и желание поддержать нас, мы будем крайне благодарны. Это серьезно поможет и ускорит разработку, как минимум потому, что мы сможем привлекать к работе других моделлеров. Не все из-за запланированного удалось успеть реализовать, где-то из-за жизненных трудностей, где-то из-за сложной технической реализации. Однако мы уже работаем над тем, чтобы все показать вам в ближайшее время. Идей по развитию запланированных особенностей для пака у нас полным-полно. Как пример, мы работаем над воссозданием оригинальных лиц, так хорошо запомнившихся нам по трилогии, а также над парой интересных геймплейных механик, связанных с NPC. Подписывайтесь на ресурсы проекта, группу VVK и Boosty. А на сегодня все. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok